В сегодняшнем уроке мы рассмотрим будущее время турецкого языка. Будущее время турецкого языка применяется для действий, которые будут совершены в будущем. Аффиксы будущего времени имеют две формы – ajak и ajak. По правилу большой гармонии, если в последнем слоге корня глагола у нас будут буковки а, и, о или у, значит мы применяем аффикс ajak. И если будут буковки э, и, и или у, значит применяем аффикс ajak. Например, глагол конушмак. Корень у нас конуш, последняя буковка гласная у нас у, значит используем аффикс ajak и получаем конушадjak, что будет переводиться как «будет разговаривать» или «заговорит». В переводе на русский можно перевести «и так, и так». Или глагол с мягкой гласной «vermek» – здесь у нас в корне последняя буковка «e», и получаем «veredek». Ну, здесь должно быть все понятно. Еще в будущем времени, так как аффиксы будущего времени начинаются с гласной буквы, ajak и ajak das, а из e, то у нас есть глаголы, в которых происходит озвончение. И в будущем времени эти глаголы тоже будут озвончаться. Например, глагол tatmak – пробовать. Мы здесь должны добавить аффикс ajak, и у нас должно получиться tatajak. Но здесь у нас происходит озвончение буковки t на буковку d, и получаем tatajak. Или глагол gitmek. Мы должны добавить аффикс ajak, и получится по идее gitetek. Но у нас происходит озвончение, и получаем gidetek. Как вы помните, эти глаголы, например, в настоящем времени тоже было tadjör или gidjör, тоже озвончались. Озвончаются одни и те же глаголы, и мы их встречали в предыдущих, в нескольких уроках. Поэтому здесь повторять все их не будем. Еще, если основа глагола заканчивается на гласную букву, то между аффиксом и основой глагола добавляется соединительная частица e, так как у нас получится две гласных буквы, потому что аффикс начинается с гласной буквы. Например, глагол oynamak, у нас здесь корень oina, заканчивается на гласную. Мы должны добавить аффикс ajak, и тогда у нас получится две буковки a рядом, то есть две гласные рядом. Поэтому мы добавляем сюда соединительную частицу e, и получаем oinajajak. Или глагол dinlemek, слушать, у нас основа заканчивается на буковку e, поэтому мы должны добавить еще соединительную частицу, и получим dinlejek, будет переводиться как будет слушать или услышит. И вот здесь есть два глагола, тоже в которых есть нестандартная ситуация. Это у нас глагол demek, что переводится как означать и говорить, и глагол yemek, что переводится как кушать. Они у нас заканчиваются на гласную буковку e, и мы должны добавить соединительную частицу и получить d-e-dek или e-e-dek. Но у нас здесь буковка в корне e меняется на буковку i. Вот это происходит в этих двух глаголах, и их нужно запомнить. То есть не d-e-dek, а d-e-dek. Не d-e-dek, а d-e-dek, d-e-dek, d-e-dek. Вот эти два глагола, которые нам нужно запомнить. Отрицательная форма образуется при помощи аффиксов ma и me стандартно, которые присоединяются к основе глагола, как и в других во всех временах. Например, глагол yapmak делать, yapajak сделает, будет делать. И для того, чтобы сделать отрицательную форму, добавляем частицу ma, отрицательную, и получаем yapmayajak. Здесь между отрицательной частицей и аффиксом будущего времени тоже добавляется соединительная частица e, потому что у нас получаются две гласных буквы, и получаем yapmayajak. Или глагол dirijek, значит, войдет или будет входить. А нам надо сказать, не будет входить или не войдет. Мы добавляем частицу me, также соединительную частицу e, и получаем girmayajak. girmayajak, girmayajak. Или глаголы, которые заканчиваются на гласную букву. У нас zyplayajak будет прыгать, и не будет прыгать zyplamayajak. Здесь между корнем zyplayajak и ma уже нет никакой соединительной частицы, так как это не две гласные, буквка me – это согласная, и получаем zyplamayajak, не будет прыгать, или не прыгнет. Следующий глагол. zyplamayajak, zyplamayajak – говорить, что-то сказать. zyplamayajak – что-то скажет. zyplamayajak – не скажет. Здесь все просто и понятно. Единственное, нужно обратить на такой момент, как, опять же, два несогнатных глагола, которые у нас были, demek и emek. И вот в будущем времени, в отрицательной форме, у нас что происходит? У нас буковка e в корне этих demek и emek не меняется на буковку i, и поэтому что мы получаем? Diejek будет говорить, но demek не будет говорить. Или yejek будет кушать, emek не будет кушать. Просто заметьте, что в положительной форме у нас в корне буковка e меняется на буковку i, но в отрицательной форме у нас ничего такого не происходит, и уже через e говорим. Diejek – demek, yejek – emek. Теперь просклоняем глаголы по лицам. Посмотрим, как у нас в будущее время работает с личными аффиксами, с аффиксами сказуемости. Например, берем глагол kapatmak – закрывать. Мы должны добавить сначала аффикс будущего времени, и потом личный аффикс. Kapatajak – ben kapatajam. Я закрою или я буду закрывать. Что у нас здесь происходит? Смотрите, аффикс «ajak» – у нас последняя буковка в этом аффиксе тоже озвончается, так как личный аффикс первого лица единственное и множественное число у нас начинается с гласной буковки. Это у нас для первого лица единственного числа «ym», а для первого лица множественного числа «ыз», то буковка «ke» озвончается на буковку «yumushak» «ge». И получаем «ben kapatajam» – я закрою или я буду закрывать. Sen kapatajaksin – ты закроешь. Здесь озвончение не происходит, потому что личный аффикс начинается с согласной буковки. O kapatajak – он или она закроет. Biz kapatajas – мы закроем. Здесь тоже происходит озвончение. Siz kapatajaksin – вы закроете. И onlar kapatajaklar – они закроют. Или onlar kapatajak – безlar. Тоже можно использовать для третьего лица множественного числа. И возьмем глагол с мягкой гласной. Глагол silmek – стирать, вытирать. Ben siledjeim – я сотру. Sen siledjexin – ты сотрешь. O siledjec – он сотрет или она сотрет. Biz siledjeis – мы сотрем. Siz siledjexin – вы сотрете. Onlar siledjecler – они сотрут. Или просто onlar siledjec. Вопросительная форма образуется при помощи вопросительной частицы «мы» и «ми», как всегда. И пишем ее раздельно. Пишем глагол, к нему добавляем аффикс будущего времени, потом вопросительная частица плюс личный аффикс. Например, глагол учмак – летать. Ben uchajakmeim – я улечу или я буду летать. Sen uchajakmesin – ты улетишь. O uchajakme – он улетит. Biz uchajakmeis – мы улетим. Siz uchajakmesin – вы улетите. Onlar uchajaktarmy – они улетят. Здесь, как вы помните, мы добавляем сначала lar, а потом уже вопросительную частицу «мы». Это во всех временах «так» для третьего лица множество числа. И смякой гласной. Gülmek – смеяться. Просклоняем по лицам в вопросительной форме. Ben uchajakmeim – я засмеюсь. Sen uchajakmesin – ты засмеешься. O uchajakme – он засмеется. Biz uchajakmes – мы засмеемся. Siz uchajakmesin – вы засмеетесь. Onlar uchajaktermy – они засмеются. Должно быть все понятно на примерах предыдущих всех времен. Здесь стандартная формула, нет ничего нового. Чтобы закрепить, посмотрим на примерах. Например, Ярын ахшам театруя гидадзеем. Завтра вечером я пойду в театр. Ярын ахшам театруя гидадзеем. Или Лекарство выпьешь после еды. Вот еще в будущее время для второго лица единственное множество числа можно воспринимать, как будто сказано в повелительной форме. Ты как будто говоришь человеку, лекарство выпьешь после еды. Указываешь ему, что ты должен что-то сделать. Илаки yemekten sonra içеceksin. Следующий пример. Хатичи оcakта евленеcek. Хатичи выходит замуж в январе. Или выйдет замуж. Будет выходить замуж. Хатичи оcakта евленеcek. Следующий пример. Ширкетлер фуара катылacaklar. Компании будут участвовать в выставке. Ширкетлер фуара катылacaklar. Слово, смотрите, катылмак глагол. Это участвовать. Или вот прям вот если по логике дословно переводится как примкнуть. И получается примкнуть к чему-то. То есть используется у нас в направительном падеже. Если дословно перевести. Ширкетлер компании фуара к выставке катылacaklar примкнут. Но на русский язык мы переводим как компании будут участвовать в выставке. Здесь просто логика, почему был использован направительный падеж. Следующий пример. Бир ай сонра курсу битраджексенис. Через месяц вы закончите курс. Бир ай сонра курсу битраджексенис. И последний. Хафта сону футбол ойная джаз. На выходных мы будем играть в футбол. Хафта сону футбол ойная джаз. Теперь еще посмотрим примеры с глаголом оладжак. Быть. Он в будущем времени часто используется. И есть такие как бы составные глаголы, в которых используются два слова. Глагол оладжак и первое какое-нибудь существительное. Посмотрим на примерах. Например. Переводится как В этом году я заканчиваю школу. Здесь глагол у нас Будет переводиться как На самом деле дословно Это переводится как Стать выпускником. И опять же по логике турецкого языка Мы стаем выпускником Из чего-то В данном случае у нас исходный падеж Окулдан И дословно получается Бусяне Этот год Окулдан Мезун оладжам Из школы Я стану выпускником Но в русском языке мы так не говорим Мы говорим просто, что В этом году я заканчиваю школу Бусяне Окулдан Мезун оладжам Есть следующий пример Сегодня будет хорошая погода Здесь напрямую глагол Оладжак Будет Так и используем как будет Сегодня будет хорошая погода Следующий пример Переводится как Хорошенечко одевайся Хорошо одевайся А то заболеешь В турецком языке Глагол заболеть Дословно переводится как Хаста олмак Быть или стать больным И поэтому дословно будет так Гюзель геин Хорошо одевайся Йокса А то Хаста оладжаксен Станешь больным Будешь больным Или станешь больным Это дословно Но мы по-русски говорим Заболеть И поэтому Гюзель геин Йокса Хаста оладжаксен Переводим как Хорошо одевайся А то заболеешь И еще пример Здесь опять же глагол «каид олмак», что дословно переводится как «быть записанными». «Каид запись», «оладжак быть» или «стать». И поэтому здесь перевести можно так, дословно «сите на сайт», «каид олмак», «будем записанными», «станем записанными». Но мы переводим на русский как «зарегистрируемся на сайте». «Сите каид олмак», «зарегистрируемся на сайте». И еще посмотрим про глагол «геледжек». Например, «ярын карго дан, эврактар геледжек». «Завтра с карго придут документы». Вот здесь используется слово «геледжек» как «придут». Вообще слово «гельмек» можно переводить как «приходить», «приезжать», «приплывать», «прилетать». Это все можно говорить как «гельмек». И документы у нас тоже приходят, можно использовать тоже слово «геледжек» для документов. Кроме того, что этот глагол означает «придут», «придет» и остальные, он еще обозначает слово «будущее». Даже видно из названия «геледек заман» – «время будущее». Само по себе слово «геледек» можно перевести как «будущее». Например, «я кын геледек те арабалар учаджак». «Я кын геледек» – это у нас будет «ближайшее будущее». И смотрите, «геледек те» переводится как «в будущем». То есть здесь не как глагол используется, а как слово, которое означает «будущее». А если вообще дословно перевести, то «геледек» – это то, что придет. Понятно, что «будущее» – время – это то, что нам придет. И вот, наверное, по-турецки поэтому так и называется. «Будущее» словом «геледек». И дальше «арабалар машины, автомобили учаджак будут летать». «Я кын геледек те арабалар учаджак». В ближайшем будущем автомобили будут летать. Также слово «геледек», кроме слова «будущего», используется как слово «следующий». Что такое «следующий»? Это то, что будет потом. То, что подпьет «геледек», то, что придет, используется как слово «следующий». И получаем «геледек ил догазор гетчадек». Что перевести нужно как «следующий год пройдет еще сложней». «Геледек ил следующий год». «Геледек ил догазор гетчадек». «Следующий год пройдет еще сложней». На этом урок закончен. Напоследок я дам вам послушать отрывок из песни, в которой, небольшой отрывок, в котором используются как раз слова «в будущем времени», транскрипция вот у вас на экране. И я прошу подписчиков, которые действительно дошли уже до этого урока, я прошу после того, как вы прослушаете этот отрывок, попробовать сделать его перевод и написать его в комментариях. Самый лучший перевод я отдельно отмечу. На этом все. Спасибо за внимание. До следующих уроков, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok